Сегодня я приношу сообщение, которое не приходит к вам случайно. Это прямое, срочное и глубокое послание. Вы знаете, о ком я говорю? Есть кто-то, кто просто не может выдержать идею, что эта связь распадается. Кто-то, кто, несмотря на все усилия, скрыть или выглядеть так, будто идет дальше, чувствует каждое ваше движение, каждое молчание, каждое несправедливое слово, как будто они вытатуированы на его душе. Этот человек на грани чего-то интенсивного, пытаясь понять, чувствуете ли вы то же самое. Да, у вас есть редкая, мощная и мистическая связь. Это не то, что происходит каждый день. Это то, что захватывает дух и одновременно вызывает мурашки по коже из-за осознания того, насколько это реально. Возможно, вы даже не можете это объяснить, но энергия между вами говорит громче любой попытки рационализировать. Здесь на кону не просто отношения, это что-то, что говорит от души к душе. Эта связь выходит за рамки красивых слов или случайных встреч. Это что-то, что горит, что тянет, что способно преобразовать жизни. Но что-то изменилось, не так ли? Вы пережили моменты интенсивного обмена, возможно, даже конфликтов. И каждое слово, каждый жест, каждая деталь имеет вес. Может быть, вы разошлись на какое-то время или даже установили границы, чтобы попытаться понять, что на самом деле происходит. Но это расставание принесло что-то новенькое. Как будто отсутствие выявило истинную интенсивность этой связи. И теперь все кажется более ясным. Отсутствие одного заставляет другого чувствовать. И с каждым моментом на расстоянии тоска становится сильнее. Желание воссоединиться становится более неизбежным. Этот человек прямо в этот момент пытается понять, где вы находитесь во всем этом. Она хочет знать, есть ли еще реальный шанс, есть ли еще место для нового начала, новой фазы, в которой вы могли бы жить с большей правдой, с большей отдачей, с большей искренностью. И что ей нужно, так это что-то, что идет к сути, без игр, без фальши. Ей нужно что-то, что идет от сердца, что-то, что заставит ее почувствовать себя уверенной и уверенной в том, что все это стоит того. Возможно, вы не осознаете влияние, которое оказываете на ее эмоции. Каждый ваш жест, каждое слово, которое вы выбираете сказать или не сказать, глубоко отзывается. Когда вы отдаляетесь, она чувствует это. Когда вы приближаетесь, ее сердце бьется быстрее. Это как если бы вы были зеркалами, отражающими чувства друг друга, в сложном танце, наполненном эмоциями. И это зеркало нелегко смотреть, потому что оно показывает, как лучшее, так и худшее. Оно выводит на поверхность тени, страхи, неуверенности, которые, возможно, были скрыты. На данный момент желание этого человека простое, но глубокое. Ей нужно что-то истинное. Хватит поверхностного. Она больше не хочет жить в сомнениях, в страхе выразить свои чувства и оказаться уязвимой. Она хочет чувствовать, что с вами существует безопасное пространство, где любовь реальна, где маски падают, и все, что имеет значение, это правда того, что вы чувствуете друг к другу. Она ищет отношения, которые не зависят от внешности, но исходят из глубины души. Если вы что-то чувствуете, если в вас есть такая же интенсивность, как у нее, возможно, настало время действовать. Потому что этот человек, она больше не может ждать. Она хочет знать, где вы находитесь во всем этом. Готовы ли вы жить эту любовь с такой же отдачей, как она? Или ей нужно двигаться дальше, даже если это больнее, чем она может выдержать? И, возможно, вы задаетесь вопросом, действительно ли этот человек все это чувствует? Действительно ли это настолько интенсивно? Ответ кроется в тишине, которую вы чувствуете, когда думаете о ней. В воспоминаниях, которые всплывают без усилий. В моментах, когда внезапно ловите себя на мысли, как бы это было, если бы вы были вместе сейчас. Здесь есть что-то значительно большее, чем обычно. Что-то, что не растворяется легко, что выдерживает время, расстояние, сомнения. Эта связь реальна, и именно поэтому она непроста. Она требует от вас больше, чем просто хорошие намерения. Она требует искренности, смелости и, прежде всего, подлинного желания быть настоящим, без оговорок. Недостаточно просто чувствовать. Нужно показывать. Нужно жить этим чувством. Подпитывать эту связь поступками, которые ее поддерживают. И это то, что этот человек ждет. Не любви, которая живет красивыми словами, а действий, которые доказывают, что вы здесь, готовы ко всему, что бы ни произошло. Здесь есть неотложность. Этот человек больше не может ждать. Время кажется более интенсивным, как будто каждый день делает эмоции более густыми, более невыносимыми для сдерживания. Она находится на этапе принятия решения. Ей нужно знать, может ли она рассчитывать на вас, способны ли вы поддерживать свои чувства, или ей нужно искать собственный покой в другом месте. Но это ее последний ресурс. В глубине души она не хочет этого. Больше всего она хочет, чтобы вы были настоящим, чтобы вы были тем, кто держит ее за руку и говорит, «Я здесь, что бы ни случилось». Жизнь имеет любопытные способы поставить нас лицом к лицу с нашим выбором. И сейчас вы находитесь в этом критическом моменте, когда нужно посмотреть на свои чувства с полной ясностью, чего вы действительно хотите. Если этот человек так важен, то, возможно, пришло время прекратить колебаться, прекратить прятаться за оправданиями или нереалистичными ожиданиями. Возможно, это момент, чтобы посвятить себя этой связи, позволить себе почувствовать самое глубокое, даже если это означает отказ от некоторых уверенностей и зон комфорта. Подумайте хорошо, сколько людей пересекает ваш путь и вызывает столь редкие чувства. Сколько раз вы чувствовали себя настолько тронутым кем-то, что при потере этого человека вам казалось, что часть вас теряется вместе с ним? Это не то, что можно найти где угодно, и вы это знаете. Но выбор все еще за вами. Вы можете выбрать открытость, позволить себе жить тем, что у вас есть в полной мере, или можете снова позволить страху и сомнению диктовать направление вашей жизни. Этот человек хочет знать, готовы ли вы жить этим по-настоящему. Готовы ли вы принять то, что требует эта связь, со всеми ее нюансами, тенями, вызовами и красотой? Она больше не хочет ничего наполовину. Она хочет того, что целое, что подлинное. Она хочет любви, которая будет достаточно сильной, чтобы поддерживать самое уязвимое в вас обоих. И если это означает столкновение с трудными моментами, она готова к этому, только чтобы это было с вами. Но ей нужен ответ. Не случайный ответ. Не пустое обещание. Она хочет знать, готовы ли вы превратить то, что у вас есть, во что-то реальное, твердое, то, что может расти со временем. Потому что в этот самый момент она ведет внутреннюю борьбу, пытаясь понять, до какой степени ей стоит идти, до какой степени стоит ждать. Последнее, чего она хочет, отказаться от вас. Но если не будет ясности, ей придется двигаться дальше. Итак, что вы выбираете? Этот выбор несет в себе тяжесть, потому что она знает, что каждая секунда ожидания превращает тоску во что-то более интенсивное, во что-то, что одновременно питает надежду и делает ее уязвимой. Это как будто существует невидимая нить, что-то, что, несмотря на свою неосязаемость, связывает вас нерушимым образом. И с каждым днем эта нить кажется все более натянутой, почти готовой порваться. Но, как ни странно, она верит, что все еще стоит попытаться, даже когда тишина дает больше ответов, чем слова. Теперь представьте, что происходит внутри нее. Сердце сильно бьется, но она пытается понять, не является ли все это просто иллюзией, созданной желанием увидеть что-то, что, возможно, существует только внутри ее. Это танец между разумом и эмоцией, где каждый шаг, который она делает в сторону своих чувств, сопровождается страхом, что она ступает на неустойчивую почву. Она задается вопросами и размышляет, возвращается к каждому поделенному моменту каждой детали. Она ищет знаки, что-то, что покажет, что вы все еще там, что вы все еще чувствуете то же самое. Но в то же время она защищает себя, строит оборону, потому что знает, что разочарование слишком болезненная возможность, чтобы ее игнорировать. Это тот момент, где любовь становится актом мужества, где она позволяет себе мечтать, но в то же время должна быть готова к реальности, какой бы она ни была. И это здесь, где вы вступаете в игру, это здесь, где ваш выбор действительно важен, потому что она уже поставила свое сердце на кон, уже обнажила себя, уже показала, что готова бороться за эту любовь. Теперь ей нужно знать, способны ли вы сделать то же самое, есть ли у вас тот же смелость открыться, быть присутствующим, принять то, что эта связь требует отдачи. Она не ищет совершенства, она знает, что совершенство это иллюзия. Что она хочет, так это чего-то настоящего, обмена, который выходит за рамки поверхностного, где каждая уязвимость видна с любовью, где каждая неуверенность принимается, потому что она понимает, что любовь – это принятие другого таким, какой он есть, со всеми противоречиями и слабостями. Она готова к этому. Вопрос в том, а ты готов? В этот момент твое решение влияет не только на настоящее, но и формирует ваше общее будущее. Если ты решишь идти вперед, не колеблясь, вы сможете вместе создать путь, о котором даже и не мечтали. Любовь, которая строится не только в счастливые моменты, но растет именно через преодоление трудностей, которая укрепляется с каждым преодоленным вызовом, с каждым жестом понимания и поддержки. И если вдруг эта любовь резонирует в тебе, пришло время действовать, показать, что ты готов построить что-то настоящее. Но что, если ответом будет тишина? Если по какой-то причине ты не чувствуешь себя готовым или думаешь, что эта любовь не для тебя? Ей это должно быть известно, потому что ничто не ранит больше, чем надежды, поддерживаемые на полуслово, на неопределенные знаки. Ей нужна правда, даже если это означает столкнуться с болезненным прощанием. И, возможно, ты чувствуешь то же самое. Возможно, ты тоже разделяешься между желанием пережить что-то настолько глубокое и страхом перед всем тем, что это может представлять. В глубине души она хочет мира. Если это будет рядом с тобой, она хочет построить любовь, которая приносит спокойствие, которая будет тихой гаванью. Если это будет вдали от тебя, она также хочет найти умиротворение, следовать своим путем, понять, что настоящая любовь прежде всего учит нас освобождаться, принимать, что не все истории предназначены длиться вечно. Но для этого ей нужен искренний ответ, ей нужно решение. Итак, теперь задайте себе вопрос. Можете ли вы представить этого человека вне своей жизни? Видите ли вы будущее, где эта любовь всего лишь воспоминание, глава, которая закрылась? Или чувствуете, что еще многое предстоит пережить, что эта любовь заслуживает второго шанса обновления? Что бы вы ни решили, помните, что именно ваш выбор определит следующий шаг для вас обоих. Она ждет. И ожидание несет в себе смесь тревоги, надежды и одновременно тихого страха, каждый день, проходящий без ответа, как испытание на эмоциональную стойкость. Она задается вопросом, понимаете ли вы действительно глубину ее чувств, осознаете ли, насколько она готова отдаться, поделиться всем, чем она является, без оговорок. Но это ожидание также заставляет ее задуматься о том, чего она действительно заслуживает, о том, что справедливо для самой себя. Она хочет, чтобы вы знали, что этот выбор нельзя принимать легкомысленно. Ее любовь искренняя, это нечто, что она не предлагает каждому. Это что-то, что родилось из связи, которое для нее редка, уникально. И теперь, одновременно чувствуя эту срочность, она также начинает понимать, что ваш выбор окончателен, какой бы он ни был. Она готова принять все, что придет, лишь бы это было реальным, потому что в глубине души больше, чем ответ, она хочет мира. Она хочет уверенности в том, что переживает что-то подлинное и что вы тоже готовы к этому. Если вы решите двигаться дальше, вы знаете, что это будет нелегко, но того стоит. Она хочет знать, готовы ли вы столкнуться с трудностями, тенями, неуверенностями, которые эта любовь вызывает. Если вы решите открыться, она будет рядом, готова идти с вами рядом, строить любовь, которая не основана на иллюзиях, а на реальности. Любовь, которая растет с каждым днем, несмотря на все различия, все несовершенства, которые являются частью того, кто вы оба есть. Потом спроси себя, можешь ли ты представить эту персону вне своей жизни? Можешь ли увидеть будущее, где эта любовь просто воспоминание, закрытая глава? Или чувствуешь, что еще много предстоит пережить, что эта любовь заслуживает второго шанса, обновления? Что бы ты ни решил, помни, что это твой выбор определит следующий шаг для вас обоих. Она ждет. И ожидание несет смесь тревоги, надежды и одновременно тихого страха. Каждый день без ответа, словно испытание на эмоциональную выносливость. Она задается вопросом, понимаешь ли ты по-настоящему глубину ее чувств, осознаешь ли, насколько она готова отдаться, разделить все, что есть, без оговорок. Но это ожидание также ведет ее к размышлениям о том, чего она действительно заслуживает, о том, что справедливо для нее самой. Она хочет, чтобы ты знал, что это нелегкий выбор. Ее любовь искренно, это то, что она не предлагает каждому. Это родилось из связи, которая для нее редка, уникальна. И теперь, одновременно с чувством срочности, она начинает понимать, что твой выбор окончателен, какой бы он ни был. Она готова принять то, что придет, если это будет реально. Потому что в глубине души больше, чем ответа, она хочет покоя. Она хочет уверенности, что живет чем-то настоящим и что ты тоже готов к этому. Если ты решишь идти вперед, знаешь, что будет непросто, но это того стоит. Она хочет знать, готов ли ты столкнуться с трудностями, тенями, неуверенностями, которые эта любовь поднимает на поверхность. Если ты решишь открыться, она будет рядом, готовая идти с тобой, строить любовь, которая не из иллюзий, а из реальностей. Любовь, которая растет с каждым днем, несмотря на все различия, на все несовершенства, которые являются частью вас. Теперь, если вы не чувствуете себя способным, если идея такого глубокого обязательства вас пугает, она поймет. Она достаточно сильна, чтобы принять правду, даже если эта правда причинит ей боль. Она предпочитает боль честного прощания, чем страдания от постоянной неопределенности. Потому что она знает, что заслуживает того, кто выберет ее, кто увидит ее полностью и будет готов прожить эту любовь со всем, что она приносит. И в этот момент она оказывается на эмоциональном перепутье. Если, например, вы решите не отвечать взаимностью, она знает, что ей придется отдалиться. Она понимает, что для любви к себе тоже нужна смелость, чтобы двигаться дальше, когда нет уверенности в взаимности. И это не значит, что она забудет вас за одну ночь. Такой вид связи не исчезает просто так. Это оставляет глубокий след, урок, который навсегда изменит ее. Но со временем она найдет силы, чтобы воссоздать свой собственный путь, чтобы идти вперед, не оглядываясь назад, потому что знает, что это единственный способ уважать свои собственные чувства. Она смотрит на вас с глазами, полными надежды на «да», но готова принять «нет», если это ваша правда. Она готова предложить все, но ей нужно, чтобы вы проявили ту же самоотдачу. Она хочет ясности, что вы вместе на этом пути, и что несмотря на трудности вы будете рядом друг с другом. Если вы готовы на это, она пойдет до конца с вами, с той интенсивностью и искренностью, которые присущи только великим любовям. Поэтому еще раз она спрашивает, даже если только в мыслях, даже если эта просьба о ответе никогда не будет произнесена вслух, и хочет, чтобы вы действительно почувствовали тяжесть этих слов, вы готовы к этому выбору, готовы ли вы жить этой любовью со всеми ее требованиями и достоинствами, потому что после этого решения пути назад не будет. Если эта тема вас каким-то образом задела, если вы почувствовали, что эти слова нашли отклик в вашем сердце, помните, что настоящая любовь требует мужества, самоотдачи и, прежде всего, честности перед собой и перед другим человеком. Теперь я хочу пригласить вас поделиться своими собственными размышлениями об этом виде связи. Вы уже переживали или переживаете что-то подобное? Оставьте комментарии, нам интересно услышать вашу историю, ваши сомнения и даже ваши решения относительно путей сердца. Не забудьте подписаться на канал, чтобы следить за новыми глубокими сообщениями, как это. Это пространство создано для тех, кто ищет ответы, размышления и моменты связи с чем-то большим. Поставьте лайк, чтобы помочь распространить это сообщение среди большего числа людей и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного нового видео. Давайте вместе исследовать истины сердца и пути души. До следующей встречи!